Добрый день, уважаемые зрители канала Сеополь ТВ, меня зовут Александр Плющев, это программа «Удельный вес». Сегодня в гостях у меня человек, который не только занимается продажами дольше, чем существует Российская Федерация, но и прикладывает недюжинные усилия к тому, чтобы этот бизнес в стране становился все более цивилизованным. Я рад представить президента Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли Александра Иванова. Саша, добрый день. Добрый день. Мне известно, что ты закончил педагогический университет. Два раза. Ого, скажи, помогло ли каким-либо образом двое образование в дальнейшей деятельности? Ну, поскольку как бы моя работа – это работа с людьми, то мне, конечно, очень помог и факультет психологии, и факультет истории. Да, естественно. А чем вообще был обусловлен такой выбор в ВУЗе? Ну, когда-то, в старые добрые времена, вот я, собственно, собирался работать в школе и поработал очень успешно. То есть пройдя все ступеньки, там, от пионер-вожатого я начал еще работать, учась в институте, до директора школы. Это был очень полезный опыт такой, поработал за рубежом. То есть, ну, как-то, не знаю, мне это вот дал жизненный опыт, да, опыт общения с людьми. Самое главное, потому что я не знаю, как бы, кто общается больше, у кого это общение построено более сложно, что ли, так сказать, со многих сторон, чем у учителя в школе. Ну, вот ты закончил университет тогда, институт в период Олимпиады-80, да, где-то так? Ну, нет, я был студентом, я на Олимпиаду-80, я собирал хулиганов и увозил их из Москвы, чтобы, так сказать, там, как бы чего не вышло. Ты был комсомольский вожак? Нет. Почему? Я просто... Или дружинник? Нет, упаси бог. Нет, и даже не был этим самым вертухаем, конвоиром. Нет, я был пионер-вожатым. А, хулиганы самого маленького возраста, понятно. Ну, там хулиганы были от, как бы, начальной школы до выпускных классов. Ну, я всё никак не могу поднять связь. В какой момент происходит, когда человек, закончивший педагогический вуз, выбравший для себя такую стезю, и даже доработавший до директора школы, вдруг уходит в интернет, в торговлю, в директ-маркетинг? Ну, в 91-м году слова интернет даже не существовало ещё, да? Да, мне показалось тогда, что это была вот какая-то новая вещь, да? Потому что у меня как-то там вот эта часть жизни, да, складывалась, что периодически были какие-то новые вещи в моей жизни. Вот, и мне показалось, что это какой-то будет интересный опыт. Я им начал заниматься сначала чуть-чуть, как бы слегка, а потом вот получилось, что стал уделять этому больше времени, больше, больше. Но начинали мы с моим коллегой и однокурсником, мы начинали с того, что у нас было издательство. Нам пришла в голову тогда совершенно гениальная мысль. Мы решили, что мы будем издавать справочник. Попасть в этот справочник организации могут за деньги, а мы этот справочник зато положим в каждый почтовый ящик города Москвы. И мы искренне верили, что у нас это получится. Какие в жёлтой странице? Ну, так это нам потом в процессе уже объяснили, что есть жёлтые страницы на свете, да, мы ещё не знали. Мы же сами придумали. Мы ещё не знали, что то, что мы собирались сделать, вот положить в каждый почтовый ящик, да, где-то, называется словом директ-мейл. Но вот учебник Котлера ещё не вышел тогда. Но тоже в процессе мы узнали это слово, а мы сами вообще-то это изобрели. Мы на каком-то этапе стали рассказывать, что мы знаете, вот чем занимаемся. Рекламных агентств было тогда уже достаточно много, да. Мы отправляем рекламу по почте. Это было удивительно, да. И все говорили, боже, вот это да, вот это невероятно. Вот, ну, как-то вот, собственно говоря, потихонечку. Вот мы издавали довольно много справочников, но вот я в тот момент уже увлёкся тем, что, как выяснилось, называется директ-мейл. Потом я узнал, что кроме директ-мейл существует ещё директ-маркетинг и более широкое понятие, которое не, ну, как бы над инструментом, да. Это некая философия бизнеса, это способ контакта, который осуществляется и с помощью директ-мейл, и, как позже выяснилось, да, когда появилось слово интернет, и вот с помощью интернет тоже. То есть это, как бы, средство коммуникации там не очень значимо, да, вот, ну, это как-то. И много лет я был агентством, вот это было директ-маркетинговое агентство, года до 99-го, когда вдруг российский рынок стал интересен каталожным компаниям, и они массово пошли на российский рынок, и вдруг оказалось, что консультировать каталожные компании, а это примерно та же сфера, да, деятельности, которой я занимался, вдруг выяснилось, что это гораздо интереснее, это гораздо денежнее, между прочим, чем вот отлавливать клиентов, потому что даже клиенты с, ну, довольно много работал с мировыми брендами, даже, в общем, как бы мировые бренды, они в этом смысле как бы менее интересны, как клиенты, чем каталожные компании. Как в те доинформационные времена формировались клиентские базы, сегментировались аудитории, и решались прочие задачи, характерные для этого бизнеса? Ну, вот дело в том, что баз данных, рынка баз данных, его как не было тогда, так нет и сейчас. Где-то году, в 93-м, может быть, не помню, у меня вдруг попался мне такой клиент IBM. Это был маленький заказик, вот малюсенький. Надо было внедрять эти системы в отелях IBM-овские, да, вот эти учеты данных, там, как бы и так далее. А нам надо было набрать эти отели, и вдруг выяснилось, я боялся с этим идти к клиенту, да, потому что, когда я посмотрел, сколько будет стоить создание базы данных, и сколько будет, собственно, стоить рассылка, а было такое вот, давило немножко, что мы рассылкой занимаемся все-таки, вот мы такая рассылочная компания, оказалось, что создание базы данных будет раз в 10 дороже стоить, чем, собственно, вот эта вот работа. Ну и оказалось, что это нормально, да, это хорошо. То есть стоимость по созданию баз данных под конкретный случай, каждый, да, она очень велика. У нас, ну, просто вспоминается такая история, да, у нас же вот нет этого рынка, а во всем мире есть. К году в 95-м или 96-м мы поехали там в Брюсселе, проводился такой форум Европейской ассоциации, и мы проводили такую игру деловую тогда. У нас очень... Мой коллега Михаил Симонов, там, автор этой идеи, это президент РАМО Ассоциации маркетинговых услуг сейчас. Вот поэтому, значит, идея была такая, что мы разбили всех, а это звезды директ-маркетинговые, вот мирового уровня, которые пришли на наш семинар, мы их разбили на две команды и сказали, что вот, ребята, вам такие задачи, да, и некий кейс, придумайте решение. Там был кейс какой-то, так сказать, вывести новую марку майонеза, значит, бюджет 7 тысяч долларов на рынок, значит, мировые звезды собрались и делают заключение. Ну, значит, в цифре не хватает двух нулей, это понятно, это очевидно. Это опечатка была, это мы поняли. А, значит, что касается, как выводить, мы берем базу потребителей майонеза, опаньки, и тут выясняется, что базы потребителей майонеза нет, что на российском рынке в те годы, да, мы работаем с бюджетом не в 700 тысяч долларов, а в 7 тысяч долларов все-таки, да, вот, и, конечно, мировое сообщество в тупике просто, как бы, так сказать, непонятно как. Ну вот у нас была возможность рассказать, как. А как в этот бизнес пришли цифровые технологии, и как это повлияло вообще на ландшафт? Кто-то, может быть, вынужден был уйти с рынка, кто не адаптировался. Ну, тут как бы по поводу цифровых технологий, они бы, наверное, никак не, их влияние, может быть, не было бы таким сильным, если бы у нас попутно в процессе вот не умерли некоторые коммуникации. Например, вот директ-мейл умер, ну, то есть цены на доставку писем стали настолько высоки, а качество доставки настолько низким, что, ну, как-то потерял смысл этим пользоваться. Вот остались, ну, по сути, слабую конкуренцию интернету составляли колл-центры в этом смысле, ну, и сейчас составляют, да, вот там все нормально, эта система работает. А интернет, ну, вот в 98-м, по-моему, году появилась малюсенькая такая компания на рынке, да, там несколько питерских энтузиастов создали фирму, которая называлась интернет-решение, кажется, так сказать, сейчас Озон называется. Вот. Это было очень смешно, все их попытки выйти на этот рынок, там, поработать и так далее. Вот. То есть это очень медленно проходило, постепенно, но опять-таки, вот те агентства, которые позиционировали себя как директ-маркетинговые, они использовали все эти технологии. У меня, собственно говоря, например, самый... Ну, есть чем гордиться, да, вот был один из проектов, который пошел из России по всему остальному миру. Это большая редкость в рекламном мире вообще, в мире маркетинга. Вот. У меня был такой проект, и он был связан, он строился сначала на базе колл-центра, а сейчас он тоже существует, но он уже без меня, да, но он там, там колл-центр и интернет. Там работа через сайт. Врачи-гастроэнтерологи дают советы о том, к какому препарату надо прибегнуть там в том или ином случае. Ты упомянул одну штуку, в которой я хочу вернуться, к запуску каталожных проектов, которые ты консультировал. Что это были за проекты, и как вообще это выглядело? Ну, первый проект, с которым мы стали работать, это была такая очень замечательная история. Это вообще как-то интересный бизнес-кеист, о нем можно бесконечно рассказывать, потому что это настолько умная, такая красивая история, в которую невозможно не влюбиться с точки зрения продажи. Это была такая шведская компания АМП, которая заканчивает сейчас работу на российском рынке. Отчасти это связано с общим кризисом компании, отчасти это связано, как бы так сказать, ну, то есть они вот не успели вскочить, на мой взгляд, в тот самый вагон, да, последний интернет-коммерции. Вот, наверное, с этим связаны их проблемы. А что они делали? Они делали книжки с дырочками. Это папка, разделители и набор картинок на тему, ну, на любую тему. У них более 550 было изданий, а первое издание, с которым мы начинали работать, называлось «Домашняя медицинская энциклопедия». Мы сделали для них тестовый проект, учредили тестовую компанию «Домашняя медицинская энциклопедия», которая набрала первые десяток тысяч клиентов. Это очень быстро произошло. 10 тысяч клиентов – это, ну, как бы много, да? Вот. В период расцвета на российском рынке у компании было 3,5 миллиона клиентов. То есть это каждые три недели 3,5 миллиона бандеролей вот с этими шестью страничками. Ну, вот каждые три недели они отправляли вот такое количество. Вот очень интересный проект, и помогали мы им буквально во всем. Вот это в первых базах данных. Мы тестировали разные способы коммуникации с клиентами, потому что это были не только письма, да? Например, вот эти шведы, они стали первыми делать так называемые инсерты, вложения в журналы каких-то материалов, да? До этого наш рынок, например, не знал такой технологии, и у издательства даже не было прайса на эту услугу. Ну, то есть там много, вот все виды коммуникаций. Там очень интересная система, поскольку каждые три недели мы контактируем, да, с людьми, значит, там очень интересная вообще система выстраивания коммуникаций. Неплохо бы еще как-то... Да, ситуация, еще вот интересный момент, да, что оплатить это все можно было потом. И когда шведы пришли на этот рынок, не нашлось ни одного доброго человека, да, который бы не сказал им, да вы что, ребята, да вы идиоты, это не будет, это где угодно, только не у нас. На что шведы спокойно, которые работали в 80 странах мира, они говорят, что не было ни одной страны, включая Германию, например, где нам бы не сказали то же самое. Вот. То есть работает. Оплатить вы можете потом, когда-нибудь. Вот счет, да, вы пойдете когда-то оплачивать коммуналку, Сбербанк, ну, заодно оплатите это. Вот. И это работало, то есть как бы, так сказать, абсолютно нормально. Но там очень много было нюансов маркетинговых. Как заставить человека вот платить, да, как, то есть, я не знаю, чему я научил шведов. Ну, чему-то научил, наверное, да. Но научился сам очень многому, я считаю. Вот мне это очень много дало. В 91-м году ты создал компанию Иванов Директ, который существует до сих пор. Она называлась тогда ДМС. С фантазией, видимо, было. А, не, ну, я неожиданно сфантазировал, да, такую, как бы, так сказать, директ-мейл-сервис. Вот, да. А потом переименовалась, да, Иванов Директ. С какими основными историческими вызовами тебе пришлось столкнуться за эти, страшно сказать, 23 года? Ну, наверное, так, если последовательно, да. Первый такой переломный момент, когда мы... Надо было понимать, мы занимаемся разработкой, мы занимаемся для себя креативом, или мы занимаемся производством. У нас было, как у ДМС, огромное производство, было огромное количество курьеров, ну, всего в штате, не в штате и так далее. И, кстати, был период, когда у нас работало 1600 человек. Вот, это те люди, которые разносили вот по почтовым ящикам что-то, да, это водители, которые развозили, а это там, я не знаю, ну, даже бригада художников, которые, так сказать, там делали листовки. Ну, то есть вот 1600 человек. Это очень сложная производственная такая штука, да. Там была мини-типография, и чего только не было в этом хозяйстве. И мы с дорогой душой избавились от этого всего во время кризиса 98-го года. Эту историю там потом подхватила близкая родственная компания, которая до недавнего прошлого еще была жива, но там в связи со смертью владелицы компании. Вот она как прекратила свое существование, никто не подхватил это знамя, а жаль. Вот, ну, то есть вот этот механизм, он сам по себе практически существовал вот до позапрошлого года. А как за это время эволюционировал покупатель? И, скажем, влияние государства на бизнес-процесс как-то менялось за это время? Ну, два раза да. То есть покупатель, естественно, изменился, потому что как-то он стал умнее, что ли, да? Вот, он стал осторожнее в выборе. Он стал понимать, что реклама может содержать в себе элемент лукавства, да, какой-то. Мягко говоря. Да, например. И стал как-то спокойнее к этому относиться. Вот в начале, ну, наверное, в первой половине 90-х вообще не было такого явления, да, что когда начиналась реклама, человек нажимает кнопку на пульте. Ну, правда, пультов там, с пультами было еще не густо. Но, тем не менее, да, вот это достаточно редкая была штука. То есть ее смотрели как часть, как часть жизни, да, вот... Вот запретить-то пульты, да? Да, было время, да. Кстати, запретить это вот больше к нынешнему времени относится, да, то есть к своевременной идее. Это к влиянию государства на бизнес-процесс. Нет, ну, было же... То есть, как бы, сама технология была известна. Вот этот анекдот, я тебя попереключаю, да, он же был до изобретения пульта. Ну, вот, да, но как-то было проще коммуницировать. А письмо, которое вот мы отправляли как директ-мейл, да, если куда-то приходило письмо, его читали же всей деревней. Или если это в городе, то ходили и показывали соседям по подъезду. Смотрите, мне там, как бы, некая компания Икс, которая занимается прокладками, допустим, прислала письмо. Это потрясающе. Это удивительная коммуникация, да? Как-то обо мне знают. Ну, вот эта история, так сказать, Бобчинского и Добчинского, да, вы поезжайте в Петербург и скажите, что живет здесь Бобчинский, да, оно вот очень как бы... И вот это все работало. Сейчас, конечно, категорически нет. Да, вот, да, не было отношений как к спаму, например, когда мы клали что-то... Слово спам не было, да, оно там как бы изобретено по другому поводу, в другую эпоху. Вот все, что мы распихивали по почтовым ящикам, хотя почтовые ящики их распирало вообще. Тем не менее, все, что приходило в этот почтовый ящик, доставали, прежде чем... Да нет, нанесли домой, даже не выбрасывали. Опять-таки вот эти картонные коробки, да, около... С какой ностальгии ты об этих временах говоришь? А сейчас прямо вот-вот рядом коробка стоит. Да, 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 вот их не было, да, тогда картонных коробок, ну, просто не было необходимости в них. Вот, не было потребности выбросить, избавиться от этого мусора. То есть, ну, с одной стороны. С другой стороны, мы же понимали, ну, фильм «Телохранитель», например, уже вышел, и на нас вот на узкую профессиональную тусовку, например, произвело сильное впечатление тот эпизод, где герой фильма возвращается после долгого отсутствия домой, открывает почтовый ящик, и там обрушивается, так сказать, куча всего-всего. Все мы побывали за границей и посмотрели, как наши там коллеги, например, у себя в почтовых ящиках вот так вот смотрят. Если это счета, то окей, откладываем. Все остальное мы просто выбрасываем, не считая. Мы понимали, что это вот, как бы, так сказать, движется, что нужны более тонкие элементы настройки, коммуникации. Мы очень много, ну, вот я, например, очень много, у меня там есть несколько брошюр, которые я выпускал по этому поводу, как писать письмо, да, вот какой должен быть механизм. То есть мы очень много внимания уделяли этому тогда, и, в общем, не только количество мы, одним словом, брали. То есть мы учились. А что касается роли государства? Ну, нас стали меньше любить, но как-то это тоже было ожидаемо. Какие менее очевидные тренды, кроме как закручивания гаек, можно обозначить? Вот мы как-то прошли, проскочили, причем абсолютно, я думаю, что мы по-человечески этого не заметили, да. Когда все начиналось, чиновникам было быть непрестижно. Было престижно заниматься бизнесом. Было понятно, этого не получилось, да, но как-то как бы общественное мнение при этом понимало, что чиновники существуют для того, чтобы обеспечить вот как-то, как бы, так сказать, ну, некая сервисная служба, да, которая должна обеспечить и помочь нам всем добиваться каких-то результатов. Да, это там выливалось, какие-то коррупционные вопросы и так далее. То есть, что касается коррупции, до сих пор уверен, что это вовсе не нерешаемая проблема, да, этим надо заниматься, и решать эту проблему можно. Потом как-то плавно, так сказать, перешло, что у нас чиновник-то стал главнее. Сейчас, вчера в Фейсбуке прочитал, не помню чье, но кто-то из кадровых агентств писал, что прямо очередь стоит в чиновники попасть или на госслужбу какую-нибудь. А из числа очень успешных, одаренных, талантливых и что-то с хорошим бэкграундом бизнесменов. Все хотят на госслужбу. Я до сих пор не хочу. Тоже были такие вот варианты перемены судьбы в 90-е, например, годы, ну и позже, последний раз, собственно говоря, совсем недавно. Но я как-то для себя этого вот совершенно не вижу, не понимаю, не ожидаю. Ты известен как один из основателей Российской ассоциации директ-маркетинга. Она еще существует? Нет. Но нет директ-маркетинга, нет и ассоциации. То есть это очень логично. Мы сейчас с коллегами очень хотим тряхнуть стариной и возродить директ-маркетинг как вид коммуникации. Нам кажется, что он как бы в трудные времена, которые, собственно говоря, сейчас наступают, это очевидно. Даже, наверное, тезис не надо. Люди вспомнят о почтовом ящике. Нужны более тонкие инструменты настройки, более изощренные. То есть если по имени-отчеству, например, обратиться в письме, то он будет как-то уже. Ну, это один из, так сказать, видов, один из очень многих видов персонализации обращения. Потому что персонализация заключается вовсе не в том, что я знаю, что вот, ну, как бы ты Александр Плющев, да, и могу там написать. А я, наверное, ну, как бы, если пытаюсь продать, например, какие-то, так сказать, корма звериные, да, вот мне интересно, у тебя кошка или собака. То есть нужны какие-то более глубокие знания, более тонкие настройки. И, может быть, это будет лучше, чем я буду, значит, бабахать в телерекламу историю какую-нибудь про какого-то кота Барсика, не знаю, условного, да. Вот, может быть, это как бы быстрее дойдет. А может быть, я придумаю и какие-то специальные условия создам. Вот, может быть, курьер будет прибегать и доставлять. И, ну, то есть какой-то более сложный механизм нужен, да, чем он есть сейчас. И это работает. То есть у нас есть же опыт переживания кризисов, вот начиная с 91-го года, да, потому что это раз, там, 98-й, потом 8-й. И мы знаем, когда востребованность была наиболее высокой. Очень хотелось бы вернуть этот инструмент на рынок. Теперь я иду к современной проблематике, да. Ты являешься президентом, как я тебе и представил, Национальной ассоциации дистанционной торговли. Расскажи немного об этой организации. Ну, значит, наверное, надо начать с того, что в 98-м году была такая гильдия предприятий торговли по почте. Вот, и когда создавалась... То есть вот ассоциация, она как бы создана, что называется, по образу и подобию. Большинство компаний, которые потом ущердили ассоциацию, они входили в гильдию когда-то и так далее. Но формат этой гильдии всем не нравился, всем не нравились, так сказать, декларированные цели, задачи и, самое главное, исполнение. Вот я поработал в этой гильдии, мне это тоже не понравилось, и, собственно говоря, я был одним из инициаторов перестройки этой системы. В 98-м, когда всё начиналось, как я уже говорил, интернета не было, поэтому, собственно говоря, были крупные игроки, которые занимались каталогами. Ну, они и сейчас все, слава богу, так сказать, есть, живы-здоровы. Они и создали эту ассоциацию, и, значит, потом, когда происходит же какая-то миграция, многие из них сейчас занимают лидирующие позиции и на рынке интернет-торговли. Это как бы логично. Но входили первоначально только каталожники просто по той простой причине, что не было интернета. Да, ну и какие-то, наоборот, там были такие времена, что фирма «Азон», например, показывала лучшие свои результаты, когда она была членом одной из компаний-членов ассоциации. Они параллельно издавали ещё и каталог тогда, вместе с их интернет вот таким вот присутствием, да, они ещё делали каталог. Ассоциации, как правило, это в том числе и лоббистские структуры. Удалось ли добиться каких-либо успехов на ниве законотворчества? Ну, тут вот, наверное, придётся, так сказать, шаг назад сделать, да, опять-таки вернуться в 98-й год. В 98-м что больше всего пугало? Больше всего пугало то, что должен был выйти закон о персональных данных. Вот. И было понятно, что если он выйдет, да, то это сразу очень сильно усложнит жизнь. Причём там редакция закона, демократичнейшая, вот там в 93-м году была написана очень демократичная дума, да, той эпохи, она там придумала какой-то закон, который, ну, как бы, так сказать, не был интересен никому из участников рынка. Закон вышел совершенно случайно в 96-м году. Случайно, абсолютно, да. В 98-м там дума была своеобразная, к нам ходили депутаты разные, и говорили, отношения же были предельно простые, да, тогда. И говорили, что вот мы сейчас примем этот закон, если вы не принесёте денег. Ну, а мы говорили, что, знаете, а мы такие вот бедные, что у нас денег нет, что закон будете принимать. Ой, мы очень расстроимся, ну, принимайте. Ну, что делать? Денег нет. У нас, хочу сказать, что это важный момент, когда мы все собрались, да, мы решили, что денег мы не платим никому никогда и ни за что. Ну, просто это невозможно, да, в коллективе, если наберётся какой-то инициатор, там, окажется, который начнёт собирать со всех какие-то деньги на взятки, что это за бред вообще такой. Как бы это самый лёгкий путь к расколу. Ассоциация создаётся именно для того, чтобы быть, чтобы искать сторонников, чтобы просто исходя из логичности, да, вот какой-то своей деятельности, мы должны рекрутировать сторонников. Кстати, нам очень помогает вот эта позиция, да, потому что с нами охотно очень общаются и в Думе, и в правительстве. Вот у нас в этом смысле очень хорошая репутация, да. Очевидно, что мы никого не подкупаем. Да, ну вот, и, значит, закон не принимали, потому что, ну, зачем его принимать, тратить усилия, денег у них всё равно нет, а как бы других вот вроде нет интересантов по этому поводу. И мы собирались бороться вот против этого закона. Надо сказать, что вот не пересказывая все вот эти вот проблемы, связанные с этим законом, я хочу сказать, что вышел он в гораздо более умной, правильной и тонкой редакции, чем предполагалось сначала. Мы приложили к этому массу усилий. Мы встречали, организовывали встречи комиссара и по персональным данным с руководителями Думы, да, вот, то есть, как бы, вот удалось смягчить, удалось какую-то логику это облечь. Там есть одна проблема, над которой мы сейчас работаем. То есть нам очень хочется, чтобы было разделено, там переводческая ошибка вкралась, вот как это часто бывает, да. Не разделены личные данные и персональные. То, что меня зовут Александр Иванов, не секрет. Это все знают. Вот, но мне не хотелось бы, черт, это не очень большой секрет, но неважно, все равно не хотелось бы, чтобы люди знали, например, состояние моего расчетного счета, да, чтобы они знали, читали мою медицинскую карту, которой у меня, правда, нет, но если бы она была, да, чтобы, опять-таки, я не скрываю своего отношения к религии, но если бы вдруг мне хотелось бы это скрыть, да. Это тоже вот некая закрытая информация, вот, то есть не секрет имя, адрес и так далее, простые вещи. В европейском законодательстве это, как правило, разделено, а секрет, вот та самая информация, которую должно как раз охранять государство. Вот если бы нам это удалось сделать, это бы решило очень многие вопросы. Ну, а какие, на твой взгляд, проблемы наиболее актуальны для нынешней, для нынешнего дня интернет-торговли? Ну, я думаю, что закон о персональных данных остается проблемой, да, он дышать-то мешает, в общем, всем. Ну, я думаю, что самое главное, это вопрос, наверное, инфраструктуры отечественной, потому что логистика остается большой проблемой. И в связи с тем, что тема очень запущена, и в связи с особенностью страны, просто страна длинная, да, вот она там, плотность населения невысокая, совершенно объективно доставка, стоимость доставки довольно дорогая, качество ее довольно плохое. Вот, то есть это одна из таких самых больных проблем. Но самое главное, там, ну, тоже вот есть такой хороший принцип, надо копать, где копается. Вот у нас сейчас копается в этом направлении, мы хотим копать. А в других направлениях мы, в связи с тем, что масса чудес происходит постоянно, да, там, в Думе и в правительстве, мы копать не хотим, потому что если мы начнем копать, нам, может быть, там подсунут какие-то, как бы, так сказать, как это в случае с законами на тему интернета, да, вот произошло, а депутаты у нас и сами достаточно креативны. И, в общем, и сами что-то придумают, такое еще бы мы не хотели. Насколько сейчас сильна борьба между каталогами интернет-торговлей? Ну, борьбы нет вообще. То есть интернет-торговля задавила все? Нет, нет, почему? Просто тут неправильно говорить о какой-то войне, да. Есть, ну, тут надо понимать, что с точки зрения вот многих процессов, которые происходят, да, это вообще-то одно и то же. То есть механизм работает, он от этого не меняется. Есть просто разные способы рекрутинга вот этих клиентов, да, так сказать. Для кого-то это интернет, для кого-то каталог. Интернет обладает своими преимуществами, каталог обладает своими. Я думаю, что никакой борьбы нет. Компании каталожные, поскольку, как я уже говорил, все процессы, суть одно и то же, они совершенно замечательно и легко вскакивают, так сказать, вот в интернет. Значит, ну, обратного движения я пока большого у нас в стране не вижу. Хотя тут интересно, я лет шесть назад предсказывал на одном из международных мероприятий, что вот как бы будет ренессанс каталогов, и тогда пальцем ульска не покрутил только ленивые, да. Сейчас мы знаем, что, ну, практически любая зарубежная крупная компания, интернет-торговля, она обязательно имеет и каталог. Вот, для кого-то это каталог как способ, как я уже говорил, рекрутинга, для кого-то это как способ поддержания лояльности клиента. Вот, ну, на лояльность, например, ну, масса положительных примеров. Связано с чисто продажами, но тоже есть куча интереснейших кейсов. Просто, когда человек открывает каталог, он один на один с тем товаром, который есть. Когда он забивает строку в интернете, ботинки, черный верх, белый низ, оборот там, не помню, вот, то там выпадает несколько тысяч наименований, да, о лояльности говорить не приходится. То есть тут вот есть масса всяких вещей, да, которые надо как-то удачно, наверное, состыковывать. У нас несколько компаний, насколько я знаю, вот обожглись, например, на каталогах наших отечественных интернет-магазинов, пробовали их делать. Значит, я, ну, я надеюсь, да, что этот опыт как-то будет продолжен, что из него будут извещены какие-то уроки. Но они там пошли путем набивания своих собственных персональных шишек. Это тоже нормальный путь, это не такой плохой, опять-таки, если есть какая-то перспектива этого движения. Я думаю, что сейчас с кризисом, в связи с кризисом, да, вот возможность для персональных шишек, она как раз вот сужается. Каков твой прогноз развития дистанционной торговли в нашей стране на ближайшие годы? Ну, например, не задают ли трансграничную торговлю национальную? Ну, если, как бы, государство не будет предпринимать каких-то мер для того, чтобы сохранить национальную торговлю, я не имею в виду запретительные меры по отношению к международке, да. Конечно, нет. И считаю это большой глупостью. Но если государство не будет поддерживать отечественного, начнем с того, что производители, во-первых, потому что торговля – это некая производная от того, что вот... Ну да, чем-то надо торговать. Ну да, да, да. А торговать нечем, значит. Мы бежим за границу, да, что-то покупать. А там это уже есть, да, и мы можем, зайдя на сайт какой-то зарубежной компании, это купить совершенно не по таким ценам, да, который... Вот, ну, то есть есть такая проблема. Значит, надо с одной стороны работать по поводу закупочных цен, а с другой стороны думать о том, как, собственно говоря, научиться производить свой товар, что для этого нужно. То есть это большая глобальная проблема, которая, ну, совершенно очевидно, она быстро не может решиться вообще. А самое главное, что нет пока подходов к ее решению, да, не видно вот желания ее решать, не видно интереса какого-то государства к ее решению. Ну, вот, учитывая отсутствие этого интереса, ну, да, интернет, торговлю ждут такие сложные времена, с одной стороны. С другой стороны, я не могу вспомнить легкие времена. Вот как-то совсем не получается. Спасибо тебе большое, Александр, за ретроспективу и перспективу, а также за неравнодушие к тому, что происходит в отрасли и упорство в ее совершенственном развитии. Это был Александр Иванов, меня же зовут Александр Плющев, программа «Удельный вес», до встречи на Севпуль ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова